здравствуйте уважаемые друзья по вашей просьбе мы сегодня будем вязать приманку из кроличьего меха достаточно привлекательный материал всегда был есть и я так думаю будет и всегда будет актуален ну перед вами допустим одна из моделей которой ну наверное больше ста лет правда изготавливалась из разного раз разных разного меха такой вот величины может быть вариантов больше чем достаточно главное подобрать чтобы у нас было определенное количество меха соответствовало его пышность чтобы не был достаточно скудным и очень очень хорошо ведет себя такая приманка в воде практически рыбе сложно устоять чтобы не попробовать на зуб исходя из этого я изготавливаю допустим и для окуня но это вот меня друг мой попросил изготовить для него конкретно приманку чтобы он мог ловить щуку и я изготовил вот такую приманку вы просите чтобы мы ее с вами могли повторить дома как вы видите практически здесь нет тех материалов которые были бы достаточно сложно что-либо подобрать для себя в домашних условиях понятное дело кролик легче достать чем писец и другой материал также как и перо можно заменить все 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 на другие материалы если мы возьмем ну вот у меня просто под руками имеется вот такой мех я искусственный он бывает разных цветов разных оттенков поэтому большой сложности купить или выпросить кусочек искусственного меха на рынке у торговца не составит труда иногда продаются они в наборах и как вы видите вот я сложил мех можно хвост сделать еще длиннее это вот мой друг алексей задавал вопрос как ему увеличить длину приманки я вам показываю то есть для меня нет необходимости ее делать несколько больше чем она имеется хотя если в этом есть необходимость можно увеличить еще ее сантиметров на 10 практически потому что найти мех сложно вернее перо или там мех песца сложно а из искусственного меха больше чем достаточно можно удлинить можно также отрезать кусочек шкурки и сделать как я делал допустим бычков с хвостиком вариантов больше чем достаточно чтобы увеличить приманку но главное не забывайте она достаточно тяжелая при забор при вытаскивании из воды ну и несколько сложнее и забрасывать когда она мокрая потому что искусственный мех быстро у нас становится в порядок а вот что касается нашей нашего кролика то здесь несколько сложнее вот такая модель как я ее называю красная шапочка работает практически всегда и во всех регионах могу сказать вам как есть то есть практически на всех континентах куда я отправлял вот такого рода изделия она работает мой друг антонио делает для морских рыбалок свои пробовал мою такую мушку достаточно хорошо работает и даже в морской рыбалке давайте я сейчас немножечко подготовлю крючок и все остальное и мы с вами потом продолжим по поводу материалов как и что дальше делать я взял крючок это у меня 10 так как рыбалки будут у меня конкретные и желательно чтобы был хорошего качества это крючки из серии пайковые то есть специально для щуки так как вы видите специальный загиб крючка и сделал его не зацепляющий как его изготавливать достаточно просто как вы видите проволока изгибается определенной конструкцией вот такой заводится в колечко и здесь крепится можно еще это все пропаять аккуратненько но я это не делаю просто обматываю проволокой а потом уже это можно ниткой сразу как вам будет удобно потому что здесь материалы достаточно хорошо крепятся и сама наша эта проволочка уже никуда от нас не денется сложности в выборе крючка нет можете взять любой другой который имеется у вас покороче с сырьем по длине с сырьем от этого будет зависеть только лишь величина вашей приманки и насколько удобно вам будет извлекать этот крючок из пасти рыбы обязательно я использую не старайтесь искать вот такой клей можно использовать и момент можно использовать любой клей который хорошо держит воду ну да достаточно долго сохнет так что все достаточно просто по материалам и я в качестве хвостика буду использовать так как мне надо изготовить две одинаковые мушки вот такой скальп для стримеров продается в наборах в интернетах это петушок гризли если нет мы с вами уже обсудили как сделать друг по другому хвостик теперь нам понадобится ну вот смотрите я сильно не заморачивался у меня имеется вот такая шкурка кролика она может быть у нас белая серая то есть мы должны сделать плавный переход от хвостика создать какое-то видимость тела и потом сделать нашу красную головку поэтому я для этого использую ну вот такой несколько нейтральный пепельного палевого цвета мех кролика и здесь самое главное нам с на с вами понадобится вырезать как вы видите вот я держу шкурку чтобы мех у нас был направлен в какую-либо одну сторону чтобы мы при изготовлении потом могли изготовить тело ну и давайте теперь приступим да и еще в зависимости от того как вы будете ловить где вы будете ловить можно использовать огрузку меньше больше свинцом вольфрамом шарики ставить латунные но учитывая то что вдруг у меня рыбачь ультралайтом и до 2 граммов плюс приманка будет хорошо намокшая нежелательно сильно ее перегружать чтобы было удобно работать в нахлостовом варианте можно и не огружать хорошо очень работает это вот сейчас практически пока еще растительно сильно у нас не наблюдается чтобы подымалась мы можем спокойно рыбачить вот такими занкерами или же вот допустим такого типа как я сейчас изготавливаю практически без ущерба можно ну круглый год понятное дело что не зимой количество перышек скажу вам сразу я вот посмотрел сколько здесь три четыре пять или шесть сильно я для себя не старался вот подобрать такое количество но желательно конечно нам их слегка выровнять по длине и у меня они немножко разные по загибу то есть шкурочка сама с пером было уже несколько как закрученная поэтому мне приходится подбирать их чтобы сильно не разваливался вот так мой хвостик как вы видите вот мы с вами сложили вот такую конструкцию обычно большинство вязальщиков общипывает вот эту часть которая пуховая я же ее стараюсь не трогать до самого последнего момента если мне это мешает значит тогда я убираю но если мы с вами слегка вот увлажнив пальцы возьмем и аккуратненько прогладим вот наши эти все пуховые части перьев как вы видите вот достаточно симпатичный получается хвостик и не стоит даже его братья обрывать потому что это все будет закрыта мехом дополнительный объем нам всегда нужен вот я держу пучком стараюсь не использовать полезную площадь загиба все элементы будем крепить с вами сверху ну понятное дело еще мы с вами сделаем огрузку огрузку можно делать сейчас можно ее сделать после того как мы допустим с вами закрепим аккуратно вот перышки такой кольцевой притяжной петлей подхватили и под после этого только лишь я уже возвращаясь обратно начинаю хорошо держим и не отпускаем в одной точке до тех пор пока не подхватим все перышки чтобы они у нас никуда за счет вот наши нитки не убежали слегка вот я беру подравниваю эту ступенечку промотаю то что у меня было клеем и только после этого отпускают если как в моем варианте вот они видите более-менее аккуратно разъехались не страшно это достаточно привлекающий элемент для нашей рыбы и переходим к самому теперь основному моменту нам необходимо подобрать чтобы был достаточно вот такой вот жесткий люрекс я из него изготавливаю сам вот такой крученые волокна если нет можно использовать вот такой плоский люрекс я иногда даже для дополнительного эффекта добавляю пару прядей в свой стример подравниваю по всей длине вот сколько у меня имеется и аккуратненько теперь подхватываю наш люрекс приблизительно так чтобы где-то вот вы видите посередочке подхватили его переламываем и такую же прядь не отпуская два наших пальца уводим люрекс обратно я подхватываю уже окончательно пальцы не отпускаем потому что люрекс у нас достаточно жестковатый он может у нас убежать куда ему захочется после этого только лишь я могу обрезать с одной стороны то количество которое мне по длине необходимо вот и все можно еще для красоты третий пучочек уложить сверху щуку как говорится этим не напугаешь если вы будете использовать в качестве джиговой приманки у дна не отказывается от такой приманки и судак так что имейте это в виду и будьте готовы к его поклевка все материалы убираем после этого промазываем хорошо клеем место крепления так как у нашей щуки зубки хорошие дабы служила подольше я не стесняюсь использовать вот такой клей и только вот после этого я беру свинец значит его можно брать как вот продается в таких вариантах в катушках также я вот допустим отрезаю уже плоского от пластины мне друг выручает периодически поэтому количество и сколько вам необходимо допустим свинца это вы уже определяетесь согласно ваших рыбалок я приблизительно уже знаю что мне достаточно вот такой ширины промотать и будет порядка один и два полтора грамма поэтому не доходим буквально считайте почти вот миллиметров 78 на косой отрезаем убираем остатки и вот теперь после этого мы можем с вами хорошо промазать у нас и свинец хорошо держится уже не прокрутиться если бы мы его на голом крючке закрепили поэтому выбирайте сами как удобно в принципе это существует очень много вариантов как его крепить есть техники многие со мной профессиональные вязальщики спорят что я вяжу по-своему но извините мне вот так удобно я ее так и делаю поэтому и вы точно так же как вам удобно главное чтобы было красиво многие доказывают что вот нужно вот так скажу вам сразу никто не знает нужно как главное чтобы ваша приманка ловила рыбу ну и нравилось вам такого количества будет вполне достаточно потому что нам необходимо теперь будет крепить материал больше я ничего никаких материалов не добавляю единственное что нам теперь нужно вот эта полосочка которую мы отрезали от шкурки кролика мы ее с вами должны закрепить так чтобы при обмотке спиралью наш мех ложился в сторону загиба вот я беру кусочек закрепляю его буквально за кончик моей шкурки не делая никаких нагромождений подхватили клей за нас выполнит всю нашу работу можно увлажнить но я обычно вот беру вот таким вот способом слегка увлажнив пальцы отвожу барок в мех в одну сторону и теперь берем с вами клей без фанатизма лишний он не нужен ровно то количество которое необходимо и слегка промазали теперь желательно нам сразу уяснить для себя какое количество мы будем мотать ну вот я специально оставил нитку в этом положении у колечка для того чтобы где-то приблизительно для себя сделать место для формирования красной моей головки значит две третих мы должны с вами изготовить тело из вот такого кролика и лишь оставшуюся часть мы используем с вами красный мех и теперь смотрите достаточно просто берем вот так уводим бородки чтобы они у нас не попадали под клей и виточек к виточку в натяжку потому что если мы с вами будем изготавливать без применения клея а будем только лишь допустим намотаем так как есть тоже можно но при намокании шкурка сама будет стягиваться или растягиваться а так у нас она уже окончательно будет закреплена и без проблем мы спокойно с вами можем рыбачить ну и понятное дело нам значительно проще и дольше будет служить наша приманочка для удобства я обычно когда вот у меня уже заканчивается беру перодержатель слегка подхватываю вот так вот шкурку и уже подвожу к тому месту где мне надо как вы видите мы достаточно с вами хорошо угадали увлажняем слегка мех чтобы можно было закрепить аккуратно и вот в месте крепления я дополнительно еще нанесу клей поднимаем вверх значит если у вас по каким-либо причинам вот выйдет какая-то скучность материалов не расстраивайтесь потому что в любой момент можно вот так все это увести бородки и вот вы видите раз и мы с вами взяли уже дополнительно подготовили для себя чуть больше места если вам необходимо ну и опять же дополнительно хорошо закрепили весь материал опять же повторяю друзья без фанатизма так как нам вполне достаточно вот того количества клея и то что у нас имеется пару оборотов ниток закрепить наш материал опять наносим немножечко наш клей и теперь уже берем шкурку кролика которую я заранее отрезал подготовил также у меня направлены бородки в одну только лишь сторону дабы мне было удобно наматывать если по каким-либо причинам у вас нет вот как бывает иногда есть хороший вот такой кусочек направлен в одну сторону а бывает отрежешь от шкурки и вот у меня вот здесь вот он ровно идет ничего страшного можно даже не подготавливая спокойненько взять и подхватить его а потом мех сам в процессе станет в нужном для нас направлении когда мы будем рыбачить будет хорошая такая пышная опушечка подхватываем еще раз аккуратненько клеем мы с вами уже промазали и теперь берем добавим немножко клея по цевью и выполним наши с вами обороты учитывая то что кусочек у меня короткий я сразу возьму пиродержатель и захвачу шкурку как вы заметили намотка у меня меха была в одну здесь в другую сторону это не имеет значения главное что мех намотан у нас на цевье убираем теперь аккуратно весь мех и теперь стараемся как можно плотнее уложить остатки остатки красного меха до колечка мы не доходим считайте пару 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 миллиметров вот вот мех действует перекидываем подхватили отпускаем ну как вы видите теперь остается только лишь сформировать головку и закрепить хорошо материал мы с вами вот подмотали нитку изготовили такую своего рода головку теперь я буду отвечать на ваши вопросы значит желательно всегда оставлять ну буквально считайте один миллиметр или сколько у нас будет получаться и не доходить до колечка если вот получается что надо ну значит тогда вы залезете на колечко это по поводу воно который спрашивал у меня как допустим изготовить головку чтобы она была более менее симпатичная теперь вскрывать лаком специально для вас оставил вот так как оно есть и буду теперь в присутствии вас изготавливать головку я использую как вы поняли обыкновенные медицинские вот такие иглы разные чтобы были по толщине потому что для мелких мушек используются несколько другие изготовлена у меня специально небольшая вот такая кисточка здесь чтобы было удобно наносить на большие поверхности и сразу оговоримся используем небольшое количество для того чтобы можно было вот только лишь слегка нанести потому что мы с вами садили на клей и лак не будет сильно у нас впитываться но зато очень быстро побежит по нашему меху как вы видите до меха мы не дошли буквально пару-тройку миллиметров для того чтобы не впиталась в мех иногда я допустим делаю специально чтобы у меня как вот в моем варианте зонкером как вы видите специально я пролачил кусочек меха чтобы у меня был вот такой как своеобразный загривок поэтому в этом варианте нежелательно чтобы лак попал на мех что мы делаем я беру хорошо увлажняю пальцы и вот у самой головки вот просто беру и мочу очень хорошо мех так чтобы он у меня был влажным очень-очень влажным это очень просто но в то же время до этого нужно догадаться как вы поняли у нас теперь уже лак как бы мы ни старались он у нас дальше никуда не пойдет но вот этот бортик мы с вами между мехом уже изготовим потом можем не бесцветным лаком а нашим черным как я всегда беру я потом уже формирую окончательно головку вот теперь я чтобы не было вот таких вот вмятин которое приформировал правда скажу честно это на поимку рыбы не влияет но чисто эстетически и так как вы задавали вопрос я на него вам отвечаю и аккуратненько аккуратненько вот в этот желобок который у нас образовался мы с вами наносим лак лак здесь он также у нас считайте не впитывается только лишь создает защитную пленочку все я убираю теперь на длительное время даю возможность пятнадцать двадцать сколько у вас получится по времени вы спрашивали неоднократно вот я использую вот такой лак просто другие есть но я давно начал с ним работать и как-то не хочу больше его менять поэтому есть такой бесцветный есть вот такой вот у меня черный который я периодически для его крепости добавляю туда гелевые ампулки черные и у меня получается более черный такой насыщенный цвет как вы сможете обратить внимание на мех мы буквально с вами ну не на миллиметр не зашли хорошо сформировали головку она у нас сейчас должна обязательно хорошо высохнуть чтобы не было потом пузырёчков и углублений ну и как вы успели заметить мы с вами изготовили вот такую один к одному следующую приманочку поэтому без проблем делайте пробуйте экспериментируйте как вам будет удобно я как-то в своих фильмах уже показывал если у вас нет шкурки меха можно спокойно сделать даббинговую расщепленную нить и туда вставить мех из изготовить себе тело смотрите у меня в фильмах есть достаточно там показано как можно изготовить вот и все друзья мои как вы видите очередная вот такая симпатичная приманочка готова к работе можно глазки клеить можно не клеить это уже как кому заблагорассудится благодарю вас за внимание до скорых встреч до встречи до встречи до встречи до встречи до встречи Продолжение следует...